Здравствуйте! В эфире канала Россия 24. Итоговая информационная программа. События недели. 1 июня Международный день защиты детей. Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с праздником. Глава Республики Рашид Тимрезов также поблагодарил семьи, которые воспитывают детей. Пожелал добра, благополучия. Многодетная семья Туговых из аула Красный Восток, удостоенная ордена родительская слава, в числе семи семей принял участие во встрече с президентом Владимиром Путиным в режиме видеосвязи. Смотрите подробности. Здравствуйте, Владимир Владимирович, уважаемый. Мы хотим в первую очередь поблагодарить вас за ордена родительская слава. Мы благодарны. Мы ощущаем вашей многодетным семьям поддержки. Спасибо вам за это. Резван Гервич, у вас дети в основном чем занимаются? Чего они любят? Какие у них увлечения? Дети увлекаются. Два сына в борьбу ходят, в вольную борьбу. Спортуголок. Дочки учатся. Старшая замужем, внучка уже 6 месяцев. Отлично. У вас продолжение семейства обеспечено. Ребята каких результатов добиваются в борьбе? Сколько лет они уже занимаются борьбой? Старшему сыну. Он уже третий год ходит. Награждение, медали получает уже. Младший. Он с ним недавно пошел тоже с ним заниматься борьбой. Здесь кто-то из борцов есть? Здравствуйте. Давай. Да, привет. Как тебя зовут? Роман. Как долго ты занимаешься борьбой? Три года. Три года уже? Ну прилично. А сколько у вас в группе ребят? Двадцать человек. Двадцать? Ну прилично. Зал нравится? Подходящий зал у вас? Да. А тренера как зовут? Младший Татаревич. При этом и передавай. Спасибо. Вот. Тебе спасибо, что ты занимаешься сам спортом и хороший пример всем остальным подаешь. А тренеру спасибо за то, что он занимается с такими, как ты. Ему и всем вам больших успехов желаю. Спасибо. Роман Георгиевич, хотите что-то еще добавить? Да, спасибо вам еще раз за награждение, что время выбрали с нами вот говорить. Ну и приглашаем в Карачао-Черкесию будете, в село Красный Восток. Приглашаем к себе на чай, в гости. А с чем чай будем пить? Ну с сыром домашним, со сметаной домашней своей. А вы сами делаете сыр, да? Да, мы хозяйство есть, хозяйство держим, занимаемся, дети помогают тоже в хозяйстве. Ну это очень здорово, это очень хорошо, когда дети имеют возможность общаться с животными. Это отлично просто. Им в этом смысле, безусловно, повезло. И уверен, что и сыр у вас самый вкусный. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо. Спасибо вам. Еще раз. Если возможность будет, у вас с семьей соберетесь, приезжайте в Москву. В Черкесске при поддержке главы республики Рашида Тимрезова открылся филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Его сотрудники прошли специальную подготовку и готовы оказывать всю необходимую поддержку участникам специальной военной операции. На открытии регионального филиала фонда побывал Артур Мхце. Примерно неделю назад в правительстве Карачао-Черкесии официально объявили о скором начале работы регионального филиала Государственного фонда поддержки ветеранов, боевых действий и их семей «Защитники Отечества». И вот сегодня в Черкесске по адресу улица Гагарина, 24, состоялось его открытие. В торжественной церемонии принял участие глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов. Здесь реально должна быть забота о каждом члене семьи. Мы в ближайшее время внесем еще дополнительный перечень тех льгот и тех позиций, которые мы сегодня делаем для наших военнослужащих, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции. И по их возвращению целая программа у нас, и по открытию частного бизнеса, и по займам у нас в ближайшее время мы ее обнародуем. Это все то для того, чтобы наши ребята, которые завтра вернутся домой, вернутся они с победой, естественно, чтобы они могли заняться и бизнесом. Кто-то увидит себя, может быть, в какой-то политической деятельности, законодательной деятельности. Конечно, мы будем с каждым непосредственно и разговаривать, и предлагать. Для социальных координаторов была организована специальная подготовка. В муниципальных образованиях создали все условия для эффективного выполнения сотрудниками своих обязанностей. Руководителем филиала государственного фонда назначен Марат Абазалиев. Мы будем работать конкретно с людьми и оказывать точечную помощь всем, кто к нам обратится. Специалисты фонда находятся только здесь или по муниципальным образованиям тоже какие-то будут? В муниципальном образовании у нас 25 человек социальных координаторов, которые прошли обучение в Пятигорске. Несмотря на то, что основным видом деятельности защитников Отечества считается поддержка ветеранов специальной военной операции и членов их семей, полномочия организации куда шире. Помощь будут оказывать также всем ветеранам боевых действий. Предусмотрено постоянное взаимодействие отделения с многофункциональным центром рядом региональных министерств и ведомств, в том числе в сферах здравоохранения, труда и социального развития. Артур Махцей, Мухаммед Ашабоков, Вести, Карачао, Черкесия. Герои живы, пока живет память о них. В одном из учебных аудиторий Зеленчукского филиала МАКСУ имени Магомета Абрикова состоялось открытие парты героя Аубикира Чочаева. Наш земляк пал смертью храбрых при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Ахмад Халкечев продолжит. В официальную часть мероприятия предварили минутой молчания памяти погибших героев. Указом президента России Аубикир Чочаев посмертно награжден Орденом Мужества. Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью, пулеметами врезанных в скальную дверь. Запиши нас в историю горестной пылью, и рубцом материнское сердце отметь. Помяни нас, Россия. Почтить память Аубикира Чочаева на мероприятие приехали представители районной администрации, Совета ветеранов, военного комиссариата, местного отделения партии «Единая Россия» и Общественного совета Зеленчукского района. Все выступавшие выражали родственникам Аубикира не только искренние соболезнования, но и благодарность за то, что вырастили настоящего героя и патриота своей страны. Все это делается для того, чтобы у подрастающего поколения был ориентир. Они будут всегда являться примером. Очень много наших студентов находятся сейчас именно там, на Украине. Наши выпускники есть те, которые именно ушли, прямо вот, которые учились, и они добровольно пошли, потому что когда они говорили, кто, если не мы. Право на открытие парты героя было предоставлено военному комиссару Зеленчукского и Урупского районов Андрею Хвостикову и маме Аубикира Асья Чучаевой. Он ни на секунду не сомневался в том, нужно ему туда идти или нет. Как только началась спецоперация, сам в числе первых ушел добровольцем. Незадолго до случившегося, когда приезжал на побывку, он рассказывал, что руководство нашей страны успело сработать на опережение. Упустя не момент, последствия для нашей родины могли бы быть непредсказуемыми и гораздо трагическими, утверждал он. К собравшимся спереду и специальной военной операции обратился и боевой товарищ нашего земляка. Он рассказал, что в нем можно было быть уверенным на все 100% в любой ситуации, ибо все знали, Аубикир никогда не подведет. Пускай у нас национальность и кровь разная, вероисповедание, но там и стали все братьями. Братьями с большой буквы. Аубикир был замечательным, добрейшим человеком. Он всегда отзывался, когда кому-то нужно было помочь. Память о тех, кто отдал своей жизни с достоинством, исполняя воинский долг за семью, за родных и за отечество, священный долг каждого из нас, уверены студенты, которые будут постигать самые разные науки за партой героя СВО Аубикира Чучаева. В каждом образовательном учреждении должна быть своя парта героев. Ребята, которые младше нас, ребята такие же, как и мы, должны знать и видеть, как люди, ребята, которые не так намного старше их, защищали родину. Нужно быть храбрым, нужно идти за свою родину. Я думаю, что увидев эту парту героя, они будут брать пример, будут помнить нашего героя. Патриотическому воспитанию в колледже уделяется большое внимание. Студенты декламировали стихи, показали пронзительные музыкальные и хореографические номера, которые отозвались болью в сердцах собравшихся. Ахматал Кечев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Селенчукский район. Нашу республику с частным визитом посетил чрезвычайный полномочный посол, действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса, кандидат юридических наук, преподаватель и известный общественный и политический деятель Эдуард Кузьмин. Это не первый визит Эдуарда Леонидовича в Карачаево-Черкесию. Он любит побывать в нашей республике. А почему? Об этом он рассказал нашему корреспонденту Белли Джозаевой. Вспоминая Карачаево-Черкесию 78-го года и Карачаево-Черкесию вчерашнего дня, я только что вернулся из Архиза. Я не могу не думать об этом крае без широкой, дружеской, братской, сердечной улыбки. Это касается, очевидно, прежде всего, природы. Мне по жизни довелось в свое время работать в Хорватии в качестве посла Российской Федерации. И мне президент тамошней страны говорил, что вот вы знаете, господин посол, Бог когда делил, каждому что-то доставалось хорошее, и вдруг оказалась наша страна. И у него ничего не было, и он на своего запаса достал и отдал вот нам этот кусочек Адриатики. Ту же историю я слышал здесь. И я полностью с этим согласен. Карачао-Черкесия вот из того запасного кармана, который Господь Бог приберег, видимо, для всех нас. Это удивительный, конечно, край. Удивительный во всех отношениях. Великолепная природа, великолепные люди. Вот я здесь бываю часто по уже чисто житейским делам. Останавливаемся мы в качестве гостей у семьи. Ремоша Мсудиновича. Довелось мне в свое время принять участие в юбилее по случаю 80-летия. Ну и, к сожалению, вот уже на прощании с ним тоже. Но каждый раз вот я стараюсь что-то узнать новое для себя. Хожу по городу в силу, как один мудрец сказал, в силу слабости. В силу слабости хожу немного. Вот, но хожу. И всегда разговариваю, встречаюсь с людьми. Несколько дней назад, когда у вас был выпускной вечер, как и везде по стране, группка ребят, молодых, закончивших 11 класс, мне было интересно с ними побеседовать, потому что, уйдя с активной работы, дипломатической, государственной, я преподавал, был профессором международного права в одном из крупных московских вузов. И, естественно, мне было узнать, вот куда они собираются, что они думают. И вы знаете, три милые девушки и один милый юноша. Вот я поговорил с ними. Меня немножко удивило и озадачило. С одной стороны, это прекрасно. Девушка, одна, врач, стоматолог. Вторая девушка, графический дизайнер. Это мечты. Третья, психолог. А юноша, юрист. Я сам по первому образованию юрист. Мне это приятно все. И уважаемые, в высшей степени уважаемые все четыре специальности. Но что меня огорчило, это не проблема только черкесская, не проблема Карачаева-Черкесии, это проблема страны нашей, Российской Федерации. Нужно возрождать интерес к науке, технике, особенно то, что касается ребят молодых. Конечно, творческие профессии, вот все названные мной, они требуют творчества, и это великолепно. Но будущее, мне кажется, и страны, и Карачаева-Черкесии в том, что, как нас, наше нынешнее руководство призывает, мы должны быть более самостоятельными, более прочно стоять на своих ногах, а для этого нужно все развивать, развивать, развивать. Поэтому вот мы немножко с вами уже вторглись в такую сферу, которая меня на данном этапе не должна бы касаться, но я думаю, от этого хуже никого не будет, будет только лучше. Самые благоприятные, самые сердечные и добрые воспоминания каждый раз увозим с женой о Карачаево-Черкесии, о Черкесске, о Бауле-Псыш и о людях, которые населяют эту Богом данную землю. На этой неделе не стало нашего коллеги. На 77-м году ушел из жизни заслуженный журналист Карачаева-Черкесии и Адыгеи Мусалим Ардацевич Шаков. Человек эпоха, достойный сын своего народа, надежный товарищ. Это лишь малая часть того, что прозвучало во время проводов его в последний путь. Проститься с ним в аул Малозеленчук, откуда родом Мусалим Ардацевич, приехали его родные, друзья, коллеги, люди, которые были знакомы с ним лично или по радиовыпускам и телепередачам. Слово Артуру Махце. Есть люди, о которых трудно говорить в прошедшем времени даже после их безвременного ухода. Для региональной теле- и радиожурналистики Мусалима Ардацевича Шакова можно считать целой эпохой. Он около 40 лет посвятил любимому делу, в свое время выбрав для трудоустройства малую родину, хотя имел немало других вариантов. Мусалим Шаков являлся одним из основателей национальной телевизионной журналистики Карачао-Черкесии. Он в совершенстве владел черкесским языком, внес большой вклад в его сохранение. Сделал немало, чтобы сберечь национальные обычаи и традиции. Его трудолюбие, профессионализм, человечность, любовь к родине и умение находить общий язык с самыми разными людьми отмечали все, с кем удалось побеседовать в ауле Малый Зеленчук, где состоялось прощание заслуженным журналистам Карачао-Черкесии и Адыгей Мусалим Шаковым. Сегодня, да, самый такой тяжелый, самый грустный день для нас, друзей, которые с ним не просто учились, мы прошли жизнь. Представляете, с 65-го года, с интерната мы все, сегодня это около пяти, больше, чем 50 лет мы дружили. Я могу сказать одним словом, что Мусалим Ардасович, это мое мнение, ум, честь и совесть адыгского народа. Сегодня мы потеряли старшего товарища, коллегу. Я много лет знал Мусалим Ардасовича и могу сказать, что это был настоящий мэтр, человек, который себя вел очень достойно. Он не гнался за наградами, он не гнался за пустыми словами, но всегда, в любой момент, когда к нему можно было обратиться, нужно было обратиться за помощью, он всегда делал все, что мог сделать. И все мы хорошо знаем, какое наследие он оставил. Высочайший интеллектуал, с широкой, исключительно широкой эрудицией, в любой области, в науке, в литературе, в поэзии, в культуре. Он разбирался исключительно наилучшим образом. И все, кто с ним рядом работал, приходили к нему за советом. Это был для нас не только хорошим журналистом, очень творческой личностью, это был для нас мудрым наставником. А с годами это стал для нас просто другом. Мы 30 лет плечом к плечу создавали программы, рассказывали о людях нашей республики, рассказывали о событиях. Они были разные за 30 лет. Но какая бы ни сказывалась ситуация, ты всегда выходил с достоинством из любой ситуации, потому что ты человек совести, ты справедливый человек, ты человек чести. Общение с Мусалимом Ардасовичем с теплотой вспоминают все, кто с ним встречался на различных площадках, будь то коллеги или герои программ на радио и телевидении. На его выпусках не первое десятилетие учатся молодые журналисты. Он умел найти интересное в, казалось бы, обыденном. Писать, говорить, доносить до народа извечное об обычаях и традициях. Прийти к чему-то интересному, тонкому, рассказывать историю своей республики, истории родной земли и входить в каждый дом. Ту теплоту, которую мы в своих родных очагах. Мы сохраняем, чтобы эту теплоту и доброту мы не носили во все дома. Артур Макцей, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабецкий район. В день российского предпринимательства бизнесмены республики получили грамоты и благодарности за вклад в экономику региона. Церемония награждения состоялась на площадке Центра молодежного инновационного творчества. Пригласили на торжество около 50 успешных представителей бизнес-сообщества. В чем секрет успеха знает Альбина Ламкова. От души поздравляю всех своих коллег с этим знаменательным днем. Желаю всем процветания, благосостояния в это нелегкое время, чтобы никто не сдавался и шел вперед к своей цели. Очень важно заниматься любимым делом, потому что если ты не любишь то, чем ты занимаешься, если это просто способ зарабатывания денег, это не приносит удовольствия. Бизнес Фатимы Ибзеевой процветает. Она успешно развивает свое дело в сфере легкой промышленности. Данный сектор экономики России стал особенно актуальным в прошлом году после ухода зарубежных брендов с российского рынка. Переду отраслью крайне остро встал вопрос о важности развития собственного производства и преодоления проблем в ближайшей перспективе. Легкая промышленность в нашей республике занимает ведущее место. Огромен потенциал региона и в сфере туризма. Ежегодно растет поток туристов в республику. Наши курорты стабильно входят в топовые направления для путешествий. Республика богата природно-ресурсным потенциалом. Гости, приезжая из далеких стран, отмечают, что для них вообще понятие рая, вот если мы будем брать конкретно Арабские Эмираты, у них представление о рай, это и есть Карачаево-Черкесия. Они очень часто спрашивают, что для нас рай, если мы уже живем в раю. Власти региона активно развивают ту сферу сельского хозяйства, поддерживая звание Аграрной Республики. Но все же есть над чем работать, говорит руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий. Отдельное внимание в этот день получили предприятия и предприниматели, которые принимают участие в сборе гуманитарной помощи для жителей ЛДНР и новых территорий, а также грузов, поддержки для наших земляков, находящихся в зоне проведения спецоперации. Предприниматели активно посещают выставки и бизнес-миссии от центра «Мой бизнес» Карачаева-Черкесии. В результате подписан ряд контрактов как с зарубежными, так и с российскими бизнесменами. От имени депутатского корпуса участников мероприятия поздравила депутат парламента Карачаева-Черкесии Фатима Карданова. Она вручила представителям бизнеса грамоты Президиума Народного Собрания Республики. Ведомственными грамотами и благодарностями наградили предприниматели и представители Министерства экономического развития. В выступлении было отмечено, что предприниматели это самые энергичные и инициативные люди, умеющие организовывать и успешно развивать свое дело. Альбина Ламкова Лейбастанов Вести Карачаева-Черкесия Первый домашний матч команды Нарт после 20-летнего перерыва удался на славу. 4-2 в нашу пользу. Овации болельщиков, скандировавших наш Нарт, давали колоссальную поддержку футболистам, которые в ответ продемонстрировали виртуозный футбол, точные передачи, четкие голы и голевые моменты. Наша съемочная группа побывала не только на матче, но и успела запечатлеть теплую встречу главы республики Рашида Тимрезова с обновленной командой. Альбина Курачинова-Кенжева расскажет подробности. Гости и жители Карачаева-Черкесии стали собираться на трибунах еще задолго до начала матча. Какой настрой у болельщиков мы узнаем прямо сейчас. За кого вы болеете сегодня? За футбол. Красиво. 2-1 в нашу пользу. За Черкесск. Каким будет счет? Какой счет? 5-2. Скажите, что желаете команде? Успехов, продвижения. За кого болеем? Нард, Черкесск. Каким будет счет? 2-0. За кого болеем сегодня? Ого, за наших обязательно. За кого еще? Да, мы должны выиграть обязательно. 0-2. 2-0. 2-0. Победа. Во вторую лигу. Я ставлю на победу Нарта и думаю, что они победят со счетом 3-0. Здесь капитан, его зовут Азамат Курачинов. И я надеюсь, что его команда сегодня выиграет. Мы пришли поболеть за нашу команду 1-0. Зрители без сомнения верят в победу Нарту. На первую домашнюю встречу пришли многочисленные болельщики, ну и, конечно же, глава республики Рашид Тимрезов не мог пропустить матч. До начала игры команда вышла на предматчевую разминку, а зрители разглядывали повнимательнее навыки и финты. Особенно мальчишки, которые в будущем хотят стать профессиональными футболистами. Игра началась дан свисток судей. На первых минутах матча команда из Каспийска пыталась атаковать, но Нарт красиво перевел игру в противоположную часть поля противника. На 12-й минуте первого тайма автором гола стал Дмитрий Михайлов. Второй гол забивает Никита Чалый на 31-й минуте. Третий гол на 42-й минуте забил Амир Джумаев, а уже на 44-й минуте под занавес первого тайма пропускаем мы. Таким образом, счет стал 3-1. На протяжении всего матча болельщики скандировали «Наш Нарт», поддерживали команду аплодисментами и овациями. После перерыва команды на поле и за срыв атаки и грубую игру футболиста Дагестана назначен пенальти. Бьет уверенно и четко капитан команды Азамат Курачинов. На 58-й минуте пенальти назначен уже нам. Уор Дагестан забивает свой второй гол. Таким образом, счет 4-2 сохранился до конца матча, хотя были и острые моменты с обеих сторон. Главный тренер благодарит всех, кто пришел поболеть. Хочу поблагодарить зрителей, болельщиков за такую атмосферу прекрасную. Всех поздравляю с победой. Дай Бог, чтобы каждый матч такое было. Это заслуга вот этих людей, которые сегодня пришли. Да, есть нам над чем еще много работает, но все у нас еще впереди. Первый домашний матч, первая победа дома. Много людей, все довольны, все счастливы. В общем, радость и счастье. Глава республики Рашид Темрезов, присутствовавший на матче, поздравил и пообщался с командой. Как эмоции после матча такого? Победили, так и будем продолжать. Потому что первый матч за 20 лет нашей команды, поэтому считаю, что с почином. А понравилась ли вам реакция болельщиков, как болел? Ну, жители республики соскучились. Я думаю, что с каждой игрой все больше и больше будет присутствовать и болельщиков, и те, кто начнут увлекаться. Но самое главное, что больше порадовало, очень много детей, молодежи было. Я сам приходил в детстве, занимался здесь футболом. Для меня это были, конечно, такие, большие эмоции. Надеюсь, что нас ребята будут радовать с каждой игрой. Задача одна выйти, победить на этом этапе и выйти во вторую лигу уже в профессиональную. И поэтому сегодня спустился, ребят, сам поздравить. Хочу поблагодарить нашего тренера. Буквально за две недели, можно сказать, с колес команду есть, понятно, еще над чем работать, но лучший тренер этого никто не знает. поэтому задача у нас одна, выйти во вторую профессиональную лигу. Спасибо вам за такой праздник футбола. Спасибо, ребята. Мы хотели вас поблагодарить, что мы встречали. ребята. Спасибо вам, спасибо. Ребята и тренер рады были такому неформальному общению с главой и обещают радовать республику виртуозными голами и победами. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова